Встреча с Калининградской Балтикой 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 Серия пенальти в этом финале Кубка России. Но до серии 11-метровых так и не дошло. За полторы минуты до конца отличился другой игрок обороны, казахстанец Нуралы Алип. В самой концовке Денис забивает. Куча мала в том углу. Все поздравляют Нуралы Алипа, который становится автором победного и однозначно золотого мяча в этом Кубке России. Чудо какое-то. Сам не верю, что я забил сейчас. Как я сам там оказался вообще? Должен был сзади быть, а что-то там оказался сам в шоке. Чуйка какая-то была, что надо именно в ту точку идти. Мост такой, как будто я знал, что мост подаст именно в ту точку. Надо было туда побежать. Я побежал, прям в голову пришло. Мостой спасибо за ассист. После такого драматичного поворота вратарь Балтики Евгений Латышонок и тренер Сергей Игнашевич от интервью отказались. А Кирилл Малеров и вовсе не смог сдержать слез. Какие слова можно подобрать? Да нет слов чего. Две минуты, не знаю, сколько, десять минут. Ну золото, оно золото, но даже сказать нечего. Была мысль, что если будет серия пенальти, то там Женя затащит. Да нет, ну и так, если бы не Женя, мне кажется, и не дошло бы даже до этого, до всего. Это какая-то гегемония, которую сложно объяснить у «Зенита», что в каждый момент они все равно дожимают. Да, не знаю. «Зенит» в очередной раз справедливо наслаждается моментом и купается в собственном величии. В этом и хороший футбол. Травматизмом, непредсказуемостью. И хочу поблагодарить Балтику. И очень хочется видеть их через сезон в РПЛ. Поздравляю всех болельщиков. Вы счастливы? Вы троекратные по всем критериям. Вообще эмоции, я не знаю, их с одной стороны не осталось, с другой стороны их столько много, что их просто не передать словами. Реально, два матча на зубах, там, последние минуты вырываем. Поэтому спасибо команде, есть характер у команды, поэтому это очень, очень дорогого стоит. Футболисты «Зенита» качают своего тренера Сергея Симака, который в своей карьере взял второй кубок с этой командой, приплюсовав его к шести победам в чемпионате. Что это за магия? Как так вот получается? Я думаю, магии никакой нет. Мы играли лучше, много моментов создавали. Надо было забивать раньше. Понятно, что эмоционально сложно в первом тайме. Позволили сопернику после наших ошибок забить гол. Еще момент был выход один в один. Но и у нас мы не могли в пустые попасть. В втором тайме смогли забить, слава богу. Я думаю, по игре победа заслуженная. То, что в концовке забили, конечно, обидно, я думаю, для ребят из Балтики. Но результат закономерен, на мой взгляд. По регламенту Кубка России «Зенит» получил этот трофей на вечное хранение, так как стал его обладателем в пятый раз в истории клуба. Вот так для кого-то ожидаемо, для кого-то, может быть, неожиданно закончился очередной футбольный сезон в России. «Зенит» выиграл кубок здесь в «Лужниках». И, кстати, впервые в своей истории сделал «Требл», завоевав суперкубок, выиграв российскую премьер-лигу и выиграв Кубок России. Данил Махалин, Александр Макридин, Сергей Кузнецов, Карен Меликян. Специально для футбола России. Сразу после финального матча пост главного тренера «Балтики» покинул Сергей Игнашевич. 44-летний специалист возглавлял калининградцев на протяжении 105 матчей. Под его руководством «Балтика» в прошлом сезоне заняла второе место в первой лиге и впервые за четверть века вышла в высший футбольный дивизион. «Балтика» впервые сыграла в финале Кубка России, а также одержала самую крупную победу в своей истории и в этом розыгрыше чемпионата. 7-1 на выезде над «Ахматом». Я покидаю клуб. Думаю, что мой цикл в «Балтике» закончен. Еще будет время подвести итоги. Но в целом хочется сказать большое спасибо болельщикам «Балтики». В первую очередь мы играли для них, за них, за поддержку. Большое спасибо ребятам. Уже мы в «Разебалке» об этом поговорили. Отставка Игнашевича стала 15-й в нынешнем сезоне. После первого стыкового матча с Тольяттинским «Акроном» «Урал» уволил Виктора Гончаренко. «Уральцы дома» проиграли «Волжанам» 2-0. Ответная игра прошла в субботу в Жигулевске. «Акрон» не стал отсиживаться в обороне, охраняя добытую в Екатеринбурге фору в два мяча, и в первом тайме смотрелся ближе к забитому голу. Однако до перерыва зрители мячей не увидели. В начале второго тайма Кирилл Данилин прорвался по правому флангу, сместился в центр и удобно покатил на Андреса Понце. Венесуэлец сделал положение уральцев отчаянным. Отыграть нужно было уже три мяча, а моментов у гостей не было. Однако все перевернуло травма Анжелковича. Екатеринбуржцы выдвинули на позицию нападающего центрального защитника Сильвии Бегича, и двухметровый хорват за пять минут оформил дубль. 2-1 победа Шмелей в матче и 2-3 по сумме двух встреч. Урал впервые за 11 лет отстыковался от российской премьер-лиги, а созданный всего 6 лет назад Акрон сенсационно врывается в РПЛ. Домашний матч итальятинцы будут проводить в Самаре. Такой Акрон, который у нас есть, и 13 спортсменов не могут обыграть. Поэтому я считаю, что мы достойны премьер-лиги. Ровно 10 лет назад 4 клуба первого дивизиона добились повышения в классе. Близко было и в этот раз. Тульский арсенал мог сходу отпружинить в РПЛ, но опыт игры в стыках Нижнего Новгорода сказался в ответной игре. Наша съемочная группа отправилась в Тулу, готовившуюся к празднику футбола, а попала на Нижегородскую ярмарку. В Туле снова нерв большого футбола, а у кассиров стадиона внеплановый выходной. Все билеты распроданы накануне. Но есть нюансы. В продажу попала лишь четверть от номинальной вместимости. Тульским лужникам, как еще и именуют эту арену, в августе исполняется 65 лет. На ответном стыковом матче между Тульским арсеналом и Нижним Новгородом, конечно же, аншлаг. Но аншлаг на 20-тысячной арене – это 4,5 тысячи зрителей. Больше не позволяет технический стадион. Он немного устарел. И если арсенал вернется в премьер-лигу, то очередная реконструкция ждет эту арену, чтобы попасть в регламент. И в трибуны смогли вместить 10 тысяч зрителей. Перед ответной игрой четвертая команда первой лиги – фаворит. Нижний пропустил больше всех в чемпионате. 51 гол. Провалил последнюю треть сезона. В десяти играх всего два набранных очка и 34 пропущенных мяча. А самое главное – проиграл дома арсеналу 1-2. И второй год подряд испытывает судьбу в стыковых матчах. Тула живет предвкушением большого футбольного праздника – возвращение в российскую премьер-лигу. Осталось сделать один шаг. Достаточно дома – не проиграть Нижнему Новгороду. В год столетия тульского футбола арсенал стремится вернуться в российскую премьер-лигу. Всего пять лет назад клуб играл в Еврокубках. Ну а нынешний сезон провел в первой лиге. Смена Сергея Юранова апреля на сербского тренера Сашу Ильича не слишком помогла Нижнему Новгороду. В пяти матчах ни одной победы и нет контакта с игроками. На игру серб выходит с кислой физиономией и утыкается лицом в руки, как человек, только что проснувшийся от кошмара. Главный тренер хозяев Александр Старожук долго ждет рукопожатия от коллеги, но так и не дожидается. Приходится пожимать плечами. Ильич кажется одинок совершенно. И весь матч, как кентервильское привидение, бродит по технической зоне с бутылкой воды в кулаке. Лидеры команды не воспринимают 46-летнего специалиста всерьез и не пришли на собрание перед заключительным туром РПЛ. А позже руководство Волжан пригласило выступить перед игроками Станислава Черчесова. О деталях подготовки к матчу рассказал защитник нижегородцев Дмитрий Тихий. После первого матча у нас у всех в раздевалке сразу же мы только зашли. И не как это обычно было в чемпионате, да, какое-то уныние, расстройство, еще что-то. Мы однозначно все понимали, об этом все высказались. Мы не раз с ребятами собирались наедине. Мы были уверены, что мы победим. Начало игры не внушает оптимизма нижегородским болельщикам. Арсенал опасно атакует. Артур Нигматуллин выручает. Почувствовать сразу, почувствовать, какая нога сразу. Клуб премьер-лиги все же забирает мяч и защитник Кирилл Баженов на 18-й минуте замыкает красивый навес. 0-1 в матче, ничья по сумме двух встреч. Правила выездного гола в стыках не действуют. Трибуны гонят Арсенал вперед, но до перерыва сравнять не получается. В начале второго тайма Эрвин Батака снова срезает мяч в собственные ворота, как и тремя днями ранее в Нижнем Новгороде. Арсенал бьется до последнего. Команда ищет счастье у чужих ворот, но мяч упорно не идет в створ. Чем ближе финальный свисток, тем выше нокаут. И дело не только в 30-ти градусной жаре. Команда первой лиги, ну вы представляете, на каком они драйве, на каком они эмоциональном подъеме и прочее-прочее. Они весь сезон стараются, они залазят так высоко, и потом у них одна игра, один шанс матча их жизни. Поэтому, ну на самом деле, с ними даже сложнее, чем в чемпионате играть. Ильич уже и штаны подкатал, и площадь технической зоны измерил шагами десятки раз, и голову поливает водой. А свистка финального все нет и нет. Тулики упускают еще один верный шанс у воротник Матулина. 2-0 в матче, 3-2 по сумме. Чудесное спасение Нижнего Новгорода. Нижний Новгород становится экспертами по спасению в стыковых матчах. Второй сезон подряд нижегородцы сохраняют прописку в РПЛ, оставаясь на грани. Ну а это первая победа тренера Саши Ильича, и такая важная. Сегодня наш день, я считаю. Мы все вышли за рядом, что мы останемся сегодня в премьер-лиге. Ну мы все, все выполнили. В чем секрет? Как выживать в стыках, сохранять прописку? Быть единым коллективом, и все. Собраться, как в последний бой, и все. Вместе! И за конца! Вместе! И за конца! Вместе! И за конца! Тульский арсенал не смог сходу вернуться в премьер-лигу, и еще минимум на сезон задержится в первой. За прошедший год Александр Старожук в условиях дефицита многих ресурсов и в первую очередь игроков смог построить из молодой команды грозу авторитетов. И эта банда оружейников почти смогла сказку сделать былью. Это просто надо знать все прелести турнира ФНЛ, да? Когда ты всю жизнь ездишь, не тренируешься, не готовишься, и одним составом практически играешь весь сезон. Это очень сложно. Попытались, я думаю, достойно. Ну, сказка немножко, так скажем, смазала конец. У вас наверняка сейчас будет довольно большое количество предложений. Будете ли вы их рассматривать или нет? Слушайте, ну, все зависит от клуба нашего, да? Потому что никакие цели будут. Мне интересно работать, когда есть какая-то цель. 3D-очки с надписью «Мы в РПЛ. Четвертый сезон» – символ абсолютно киношной развязки стыковых матчей между Нижним Новгородом и Тульским арсеналом. Ну, понятно, что есть там люди, там, сегодня финал Лиги чемпионов, еще что-то. Ну, так как мы играли, как мы летели там. Ну, здесь еще раз показали то, что есть команда, есть дух. Да, у нас были многие моменты, но это наше внутри останется. То, что мы так играли, то, что проваливались. Мы очень сильно налажали весной, и кровь из носа нужно было исправиться. Всей командой мы пообещали своей семье, болельщикам, всем работникам клуба, руководству, что мы останемся. И мы это сделали. Я думаю, по эмоциям, ну, реально, смешно для кого-то, может быть, для обычного бывателя будет. Но я думаю, реал сегодня будет праздновать намного менее эффектно, чем пари. Порой спасение и правда переживается ярче, чем даже самое большое достижение. Эмоции от риска потерять все мотивируют сильнее, чем что-то получить. Главное нижегородцам не переступать грань зависимости от этого адреналина. Таким образом стал известен окончательный состав чемпионата России на следующий сезон. Подмосковные «Химки» снова прокатились на лифте между Первой лигой и РПЛ. А впервые в элите появляется «Махачкалинская Динамо» и «Тольятинский Акрон». Первый тур нового чемпионата пройдет 20 июля, а недели ранее сезон откроют «Зенит» и «Краснодар» матчем за Суперкубок России. Сборная России по футболу в минувшие выходные начала подготовку к товарищескому матчу против Белоруссии. В общей сложности на эти сборы вызваны 26 футболистов, в том числе в составе «Легионеры», среди которых Далер Кузяев из французского «Гавра», Арсен Захарян из «Реал Сосъедада» и новоиспеченный победитель Лиги Европы в составе «Аталанты» Алексей Миранчук. В воскресенье вечером команда в полном составе ездила в «Лужники» на финальный матч Кубка «Зенит Балтика». В понедельник прошла открытая для прессы тренировка. Занятия в Новогорске из-за легкой простуды пропустил Арсен Захарян. Тренерский штаб Валерия Карпина не стал ничего скрывать от прессы, даже двустороннюю игру, в которой принял участие и помощник Карпина, 55-летний Виктор Анопко. Класс виден всегда. Понятно, какие-то физические кондиции – это совсем другое, но отдать передачу, принять – видно уровень. В августе заканчивается контракт у Валерия Карпина, возглавляющего национальную команду с 2021 года. Переговоры о новом соглашении идут, вероятность продления контракта Карпина ценил в 50%. Это такие мелкие вещи, которые в моем личном контракте даже не прописаны, естественно, и не будет прописаны. Но хотелось бы свое видение изложить, как это должно работать. Но с моей точки зрения. И там РФС примет это, не примет, или все примет, или не все. Переговорный процесс, в принципе, двусторонний всегда. К работе вернулся Станислав Черчесов. Бывший главный тренер сборной России возглавил национальную команду Казахстана. Срок соглашения не уточняется. На этом посту Черчесов сменил другого российского специалиста Магомеда Адиева. Черчесов руководил российской сборной почти пять лет. При нем наша национальная команда добилась выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, что является лучшим показателем в новейшей истории команды. Последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский Ференс Вараш. Под руководством россиянина клуб дважды стал чемпионом Венгрии, выиграл Кубок страны и впервые за 47 лет вышел в плей-офф Еврокубков. 7 июня сборная России в Минске сыграет в товарищеском матче против сборной Белоруссии. Гостем нашей программы стал Игорь Дивеев. Мой коллега Данила Махалин обсудил с защитником национальной команды и московского ЦСКА завершившийся сезон и предстоящую встречу. Хотелось бы начать изначально с твоего здоровья. Все ли сейчас в порядке? Потому что для большинства зрителей в последнее время травмы тебя преследуют одна за одной. Как сейчас состояние? Сейчас все хорошо, слава богу. Все травмы залечил, да. Есть небольшие там, как бы, после тренировочные такие нагрузки на галик, которые чуть-чуть надо подлечить, ну, вылечить. Небольшое такое, реабилитация небольшая. А так все хорошо. Фуд-фуд, слава богу, хорошо. Ну, ты вот даже сейчас на интервью шоу про голеностоп говорил, что еще беспокоить немножко. Ну, есть, да. Я говорю, после тренировок есть такое то, что именно от нагрузок и голеностоп, право внутри, как будто чувствую то, что у тебя происходит небольшое распаление. Ну, это, понятно, будет еще первое время сто процентов. Потому что это мне и врач сказал, и хирург сказал, который мне делал операцию, сказал то, что первое время будет вот после нагрузок именно текать, ныть и голеностоп. Поэтому надо сразу лед, горячую воду, там всякие постановительные процедуры, короче. А, кстати говоря, вот в такой момент нагрузка, так скажем, двойная, что клуб и сборная. Понятно, что сезон закончен, но все равно она, по твоему мнению, по твоему сцене, насколько уместна? Здесь не то, что уместна, здесь просто должен, как бы я сам понимать, что я должен предупреждать именно врачей и тренерский штаб. Понятно то, что после игр мне нежелательно тренироваться, ну, как вот восстановительные бега или что-то какие-то там делать, я не могу. Потому что у меня после игры голеностоп воспаляется и, как бы, так, не здорово себя чувствует и нежелательно тренироваться. Поэтому все про это обговорили и с медицинским штабом, как бы в ЦСКА и в сборной, все знают об этом. Так что здесь в этом ничего такого нет. А как ты сам воспринимаешь весь этот период, когда одна травма, вторая травма, потом выход, Ахмат красный, как будто череда, такая черная полоса. Морально это же, ну, не очень просто. Это футбол. Это, может быть, благодаря Бате, тоже, который мне говорит, это спорт. Ты должен быть ко всему готов. Я понимаю то, что, да, это не очень здорово, когда я получаю там одна за одной травму. Сначала ломаю, потом воздушно-поясничный, потом голеностоп, операции, потом опять небольшой. Плюс тут еще и красное. Ну, это футбол что-то сделать, с этим надо бороться. Мы все это сделали, все прошли. И было замечательное время проходить и узнавать что-то новое. Ну, так скажем, ты в этот момент не загоняешься. Нет. Я просто ко всему именно отношусь так, что вот у меня должно быть прям как-то такое. И вот даже когда была травма, я не знал, как я буду себя во время вот этого, что ты сначала ходишь в гипсе, потом на костылях, потом начинаешь чуть бегать. И вот это, думаю, как это, я думаю, может сразу можно будет. И я когда вот ломал ногу, постепенно ходил, и я уже говорю, можно снять, пожалуйста. Он говорит, нет, еще месяц. Я говорю, в любом месте уже все нормально себя чувствую. Форсировать не надо, и слава богу, мне это подсказали. И очень огромное спасибо Игорю Степану, который правильно меня подводил к каждой неделе, там, работы, который говорил про что и что, и как будет. Поэтому это очень, как бы мне помогло, и мне стало легче. Переходя как раз к теме ЦСКА, не могу не спросить, потому что и болельщики армейцев, так скажем, приучены к тому, что либо тройка, либо где-то рядом, что шестое место это достаточно низкое. Там вообще по статистике чуть ли не впервые за четверть века Локомотив, Спартак, Динамо, три команды выше, в таблице, чем ЦСКА. Ну, таких много всяких статистических показателей. Как вы в команде это воспринимаете? Есть ли ощущение, что, ну да, такое бывает, или какие-то конкретно видите в этом причины? Ну, по сезону могу сказать, понятно, что, наверное, не один из самых, наверное, такой, не буду говорить, что слабый, и не буду говорить, что средний. Понятно то, что мы должны были быть в тройке. И мы много очков потеряли именно на последних минутах. Очень много игр сады играли в ничью, это все понятно. Поэтому я даже не знаю, почему сказать, почему такой сезон. Я говорю, самый странный сезон, я вот так вот честно сказал. Потому что смотришь, условно, там, команды второй восьмерки, Балтика дома выиграли, Факел дома выиграли. С другой стороны, с Зенитом, ну, команда все-таки лидер российского футбола в гостях не проиграли. В чемпионате выиграли, в кубке ничья, там, по пенальти неважно. Ну, то есть, есть немало матчей, по которым ты не скажешь, что команда провалилась. Да, странно, странно ли, вот, ну, правильно сказал, то, что странный именно сезон. Ничего другого не буду сказать, потому что, ну, да, я вот просто, когда еще был на травме, 1-0 выиграл, ни одного момента около наших ворот, ни одного, с Факелом как раз. Ну, 91-й выпускаем, под очков. Все, ты потерял два очка. Это Воронеж давило когда-то? Да, 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 да. Сыграли 1-1. Ну, там порядка 20, что ли, очков суммарно, вот эти вот все ничьи, там, с Рубином дома и так далее. Поэтому очень странный сезон, который у меня нету, слабый, я не буду говорить о том, что слабый. Средний тоже, сильный тоже не могу сказать, потому что хорошо сыграли. Ну, где-то, да. Наверное, что я могу взять только один из плюсов, то, что в этом сезоне, то, что мы сыграли с «Зенитом», и ни одного очка мы ему не дали. А, ну, если взять, так, мы ни разу не проиграли. Да, здесь можно сказать, то, что мы с «Зенитом» сыграли лучше. Не могло никак такого случиться, чтобы в прессе после такого сезона не муссировали всякие тренерские оставки и прочее. Я по-другому спрошу, какое твое восприятие Владимира Федотова? Есть ли у тебя какие-то ситуации, моменты, когда ты запомнил, допустим, тебе было тяжело, и он какие-то такие слова подобрал и нашел, что ты вот для себя это отметил, что насколько, ну, педагогика, например, или взгляд на каком-то высоком уровне? Ну, мне помогли, я не буду говорить только именно Федотов, а именно весь тренерский штаб, когда я получил травму, мне сказали, ты давай не торопись, не форсируй, готовься, мы тебя ждем, все. И вот это я помню прям, мне это прям взбодрило. Девушка, ты в обоиме, чтобы ты был уверен, что... Да, 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 да. Игорь, мы тебя ждем, не переживай, все. И когда я приехал в Абудаби, как раз когда был первый сбор, и там все тоже там, о, молодец, еще как, ну, начали узнавать. И вот это было приятно, то, что я как бы в команде есть, оказывается. Понимаешь, то же самое, то же нет, а именно там, тебе спрашивают, узнают что-то, как, приятно было. Когда ты следил за, как не только игрок ЦСКА, в том числе, как нейтральный зритель, я имею в виду концовка сезона среди трех команд, Зенит, Краснодар, Динамо, тебе как хотел, чтобы все это закончилось? Я хотел, чтобы Динамо выиграл. Динамо хотел, чтобы выиграл. У них были шансы. Ну, братская команда, которой мы выиграли, Зенит, и только как бы дали шанс Динамо быть на первом, и они могли выигрывать. Обидно было? Да, ну нет, мне не было обидно. Ну, не выиграли, я же не в Динамо играю. Понятно было то, что мы играли, и выходим после игры как раз с Уралом, и смотрим, кто выиграл Зенит. И мы не поняли как, потому что мы после первого тайма заходили, мы знали то, что Зенит 1-0 проиграл, кажется, и Краснодар 1-0 выигрывал у Динамо. Да, там все побыли чемпионами по чуть-чуть. Да, и поэтому мы вышли после игры уже, и понимаем то, что там говорят, что Зенит чемпион, и мы такие, ну, знаешь, Зенит. Не было то, что там обидно за Динамо, то, что у них был шанс, они просто не воспользовались. Ну, наверняка в команде между собой обсуждали, когда тебе достаточно ничьи, чаще всего все наоборот случается. Да, да, всегда так. У тебя как-то мозг как-то настраивался, так что ты сейчас думаешь, все, сейчас осторожно, нам можно сыграть ничью. Получаешь один, и потом ты уже не можешь ничего сделать. Может быть, это у них так было, не знаю. У меня было такое, когда еще в маленьком возрасте играл. Тоже надо было сыграть ничью, в итоге проиграли 3-0. Ты упомянул, вот, последний тур матч с Уралом. Сейчас получилось так, что Урал вылетел из высшего дивизиона. Есть ли какие-то мысли по этому поводу, учитывая, что главный тренер Виктор Гончаренко далеко не чужой человек для армейского коллектива, что, ну, как-то расстроен этим фактом? Не то, что расстроен. Понятно, Урал хорошая команда. Они сколько были, один с 12 лет, все в РПЛ. Понятно, что какое-то неприятное именно для их болельщиков. Ну, вышел Акрон сейчас, остался нижний. Будем с ними играть, справляться за Урал, да, как бы так. Ну, я хотел, чтобы они остались. Да, жалко за Виктора Михайловича. Ну, как я знаю, он уволился же, все. Ну, понятно, это, не знаю, я честно, потому что, как бы, Урал хорошо играл, хорошо смотрелся. У них домашние игры, они со Спартаком хорошо сыграли, кажется. Да, они выиграли 3-2, по-моему. Да, там много игр. Спартак играл на 80-2-1, да. Ну, не знаю, почему. Я, как бы, не следил за Уралом, не смотрел их игры, а так, краем обзоры, может, видел. Не знаю, ничего не могу сказать. Я, Игорь, абсолютно, вот сейчас, даже не как журналист, как зритель, хочу сказать, мне реально интересно, насколько в футболе влияет тема тренерской оставки, если команда играет, играет, у нее поражение за поражение, все плохо. И вот меняют тренера, и она просто, ну, ни с того, ни с сего, у нее там, даже не важно, Спартак возьми, вот, убрали Абаскаля, Слишкович, у нее там серия без поражений. Как это работает, имея в виду, что на поле все одни и те же люди. Они играют теми же ногами в тот же футбол, ну, там тактику невозможно поменять, ничего особенного, ты не сделаешь такой короткий промежуток. Как это случается, мне реально интересно. Психология, именно тренера, как он будет, во-первых, требование за раз, тренер к тренеру, который приходит, он тебе говорит, как ты должен играть, он тебе объясняет, он собирается в ране, теория, он тебе говорит, вот мы играем в такой футбол, тебе объясняет все, требования, потом настроенную игру, психологию, как он себя ведет, авторитет его, и ты поэтому у тебя как бы уверенность передаешь, то, что он, допустим, ты футболист, я тренер, да, я говорю, я в тебе уверен, ты будешь там играть, ошибешься, ну, ничего страшного, ты же себя будешь чувствовать вообще хорошо. Понятно, ты не будешь там, ты как бы, извиняюсь за слово, идиотно, типа, там, пустые свои забивать, но ты будешь понимать то, что на тебя, там, тебе доверяют, у тебя есть уверенность, и ты будешь играть в футбол, а когда, там, допустим, старый тренер и новый тренер, старый тренер уже такой, все уже как бы так друг от друга устали, не знаешь, что, тут еще 6 поражений подряд, 7 поражений подряд, ты не знаешь, что делают, такой, ты думаешь, блин, а как, что, что улучшить-то? Поэтому идет замена тренерского штаба, и какой тренер приходит, и как он себя поведет, и что он тебе даст. Может быть, вообще придет, скажет, давайте санем ворота и будем отбиваться, а может, и скажет, давайте, ребята, попробуем поиграть в футбол, получится, получится, но главное, не бойтесь играть. Идите в свое удовольствие. Да, играйте, и все. Мы ни за что не боремся, ни за первое, ни за, там, ни за первое, ни за третье место, мы боремся, чтобы не вылететь. Давайте попробуем. Ну вот. И это мое мнение. Я так думаю. И я думаю, наверное, там, большинство именно футболистов согласятся, когда тебе тренер доверяет и объясняет, что ты как. Вообще нет. Как бы у игрока все проще становится. Он сразу понимает, нет давления. Да, он понимает в голове то, что здесь надо так играть. Он все равно перестраховывается. Он, понятно, не будет рисковать. Он там, как бы, такие рискованные, там, на сто процентов, что ты там отдашь, а на сто процентов можешь не пройти. Поэтому здесь ты все равно, как бы, с холодной головой относишься к этому. А нет такой темы, что по этой логике это может работать недолго. То есть, ну, все расслабляются в меру своих возможностей, там уходят эти оковы, все играют в свое удовольствие. Но нужна же какая-то работа в долгу, а это все такой временный эффект. Понятно, ну, когда ты... Вот мы любую команду сейчас возьмем. Любую, да. Ну, вот тот же Урал, да. Поменяли команду, поменяли тренера. У него осталась игра последняя. Сказать Сагроновым, давай выиграем и выйдем. Вот они бы сыграли, вышли бы сейчас, поставились в РПЛ бы. И сейчас бы тренер говорил, вот сейчас мы там играем, и уже будем досконально изучать, что я тебе говорю. А вот эту игру, давайте попробуем сыграть. Ну, там понятно, там давление было раз, понятно. То, что там надо остаться, все такое. И понятно, и когда тренерский штаб, тоже я понимаю. Ты можешь сейчас вылететь, и все, и потом не... Там, не знаю, какое именно это требование руководства сейчас, на данный момент, будет там возвращаться в РПЛ, я не знаю. Поэтому здесь как бы вот такое. А потом, я говорю, это если тренер приходит, ну, допустим, новый тренер. Сначала он вам объясняет, он должен как бы понравиться игрокам. И общий язык там, понятно, совсем не найдешь. Понятно, есть там все равно у кого-то там ухаживает свой менталитет. Ну, понравится, ты можешь идти по разговаривать, общаться, узнавать. Чтобы там, если я как футболист не понимаю, я помогу подойти и сказать тренер там. Как мне вот в этой ситуации здесь? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю. Вот, все объяснил, ты хорошо. По-другому никак, я не думаю, нельзя. Ты должен быть, как бы, я игрок, и с тренером должен общаться в плане, он мне должен что-то давать, и я должен принимать. Это как было с Гончаренко у меня. Я не знал, что делать, но не объяснял. Я говорю, все хорошо. Ошибка у меня была, ну, там, девизойди, надо поговорить. Я захожу, посмотрю, здесь момент такой, здесь ошибка. Ты понимаешь, почему я тебе говорю? Я говорю, да. И все, чтобы такое не повторилось. Все, и ты уже понимаешь, в голове откладываешь, что же так. Нельзя. Это как у меня момент был со Спартаком в 3-2, когда мы на Кубке сыграли. Когда Максименко вынес, а я там с Ларсоном упал я. Гончаренко тогда очень сильно так вставил, можно сказать. После этого я понимаю, что когда вратарь в ночь, надо быть концентрированным, смотреть куда, что, как, а не это, как я тогда. Поэтому разговор с игроком должен быть. Здесь, я думаю, ничего здесь такого нет. А сейчас, как вы воспринимаете в команде, я имею в виду в национальной сборной, весь этот период без официальных матчей? Я скажу даже так. Вот ты, Игорь, считаешь, в таких матчах, что нужно делать, как зачастую Валерий Карпин выпускал, может быть, менее статусных футболистов, больше молодых, учитывая, что это неофициальный матч, или должны играть все лучшие, кто сейчас в РПЛ на данный момент считается звездами и так далее. Ну, вот даже там с теми же белорусами, например. Я думаю, всем давайте играть. Смотреть, кто на что способен, готов. И тот, кого он вызывает, как он понимает именно требования Георгиевича. Ты играешь в сборную России. Ты выходишь, тебя с белорусами играют с 7-го числа. Все, понятно, готовимся потихонечку. Понятно, там будет. Они по-своему настраивают, мы по-своему настраиваемся. Нам хочется выигрывать, понятно. И даже вот игра с сербами показала. То, что почти вся страна не верила в Россию. Давайте будем откровенны. Игра с сербам, может быть, не нужна была, а нам нужна была, да? Мы выиграли 3-0. Сейчас посмотрим. Даже 4-0. Ну да, а, 4-0. Честно, не помню, не играл. Ну, крупная. Да, крупная. Поэтому сборная, понятно, нужная игра, официальная-официальная. Это, наоборот, для игрока это плюс. Показать себя, проявить себя, закрепить себя здесь, именно как в сборной. Потому что ты на что-то способен. И плюс физическая форма. Все уже знаем, как мы, Георгий, тут питание, вес и жир. И это нормально. Правильно. Как я считаю. На этом все. Вы смотрели «Футбол России». Меня зовут Стас Редикульцев. Болейте за наших. Всего вам доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова